всем здорова партнер этого выпуска павел маркелов павел открыл свой молодой канал очень молодой канал называется силиконовая долина вот я посмотрел несколько роликов там они семенчуком с айнуром из лингвалео да вот снимает про жизни предпринимателей как все делают свои проекты такая движевая тема примерно что-то снимали мы такое подобное потом я успокоился вот вы подписывайтесь на канал павла ссылка будет под видео и среди тех кто ну вы бы вы ему оставьте комментарии под каким-то виде из видео и вот когда на канале будет 5000 подписчиков он выберет самый полезный комментарий и собственно разыграет не не разыграет подарить человеку iphone 6s вот комментарии любого рода направлены на как бы подсказывание полу какого рода контент снимать какие ролики кого снимать и так далее вот канал в принципе прикольный у меня у батя такие помидоры еще и не знаю зачем я показываю а вот это моя племянница еще это лиза из кемера вот поэтому то что касается стартапов это больше не ко мне так полу вот там выйти смотреть вот ну а я желаю вам приятного просмотра ролика я даже не знаю честно говоря какого все подписаны на канал павла вас всех обнимаю это маленький начинающий блогер рассказывать смотри максим на вот так вот так и держи вот так всем здорова чуть-чуть подальше я на яхте нахожусь за сам откачать за штурвалом хорошо м режим сейчас кнопку нажмем двигаемся мы в барбарис сейчас туда потянутся серега с кириллом он там кушать затариваться дальше пилот сколько лет массе кинь тебе 13 миллиардов чего чувак ты ты состоишь из атомов которые родились во взрыве 13 миллиардов лет а там равно сейчас даже вот это гопро и тот зритель который смотрит все подписчики где кто-то а что это за крепость такая у них в мармарисе местная местная крепость а кого они защищались а с греками короче вот этот короче вот этот ржавый корабль который я сейчас снимаю прошел четыре океана за пять лет он только-только вернулся только-только вернулся из кругосветки он был в ней ровно пять лет одного анфиса там был один человек на борту один человек реально один человек пять лет живой чувак это русский был нет это русский было литурок а это кто россиянин россиянин это какой-то федор конюхов здесь это местный местный федор конюхов конюхов да аушки короче ребята смотрите мужик пять лет абсолютно социальных сетях нет пять лет путешествует по миру и начал короче с мурманской сейчас здесь четыре океана прошел и ему нравится грехнецка мельцов не выходить прямо на землю вот так гоняет сам лодку построил сварил и он катается сам лодку построил сзади мурманск написано назвала ее анфиса мужику респект огромный вообще короче друзья ставьте себе цели да мне лайки можете не ставить я особо не прошу за мужика порадуйтесь вот этот человек он будет через двадцать он станет каким-нибудь шишкой я с ним спал 15 минут надеюсь на его надеюсь на должность капитан говорит идем на сближение опять сейчас будем сблизиваться с ними москвичами они конечно не видят что у нас за рулем нет не не то чтобы у нас на кто-то за рулем блять два дурака комплект капитан нас уже не две недели не кормят настёха вообще похудела была как я вот 250 килограмм посмотрите за неделю человек за две недели просто готовят целыми днями вот то что мы готовим на все кормят все на капитан отвозят на берег и продает видите продукты вот это вот все что у нас есть и нам еще держаться два года в общем уважаемые уважаемые что вы пожелаете гражданам россии которые сейчас проводят 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 выходные я бы хотел сказать что если половина россиян которые чем-то занимаются хотят жить на море ничего не делать то они прямо сейчас могут брать билет приезжать и ничего не делать зачем вот этот длинный путь тагил короче парни попросили капитана привязать веревку и за веревкой поплавать на яхте парни вам нравится парни как оно серёга чё ты следующий брат чего и чё температура воды 28 градусов по цельсию всем привет у нас финальная точка нашего путешествия всем привет у нас финальная точка нашего путешествия грот грот имени кого-то скажи какой грот ну е-мое какой грот грот его дедушка дедушка Моргена у нас здесь финальное купание и подведение итогов подведите итоги всем привет привет зашли на солнышке ну тут как бы солнца особо нет вот погода шикарная прячемся вот по пещерам таким все отлично вообще тур волшебный прям есть чем сравнивать но это прям на на высокой высоте если думать ехать не ехать однозначно ехать даже что вы видели много чего и даже если вы были в Турции 25 раз то вы здесь будете в той Турции где вы скорее всего не были то есть это совершенно не туристическая зона здесь настоящая классный колорит турецкий очень много впечатлений много еще попробовали нового увидели погадались и на ядках и на досках в общем на всем чем мы катались очень круто я бы еще хотел добавить условия вообще смотрите условия вообще неприспособленные то есть везде камни вот так можно идти и сбокнуться не вот так в первый день вам будет плохо вам будет так плохо что будете лежать зеленые на палубе вас будут поливать зеленым морем ветром вы будете поливать море варшов да но на самом деле очень здорово яхта это яхт тур это отдельная такая жизнь проверяется и команда командный дух готовность помочь друг другу никто не пожалеет на самом деле вот мы тут шестой день но у меня впечатление как на месяц вот каждый день столько как вы проживаете обычно неделю и вы точно увидите больше чем ожидали это все яхтинг это просто любовь тут можно влюбиться в море в горы в солнце у васильева будет пережениться я мужа нашла я мужа нашла наверное приезжайте к нам искать мужа что что короче да я согласен с тем что это другая турция спасибо кириллу что позвал нас на это мероприятие было очень просто мы на бейме где-то выступали и в конце он говорит поехали на яхте поэтому прикольно если у вас 8 или 16 человек можно большое тусовку поехать где-то абсолютно другая турция мне очень понравилось катание катание на буяв прямо смачный мне понравилось море мне понравилась очень сильная погода ходить по килограммаму черешни килограммы черешни да я бы еще хотел больше ходить по парусу просто когда мы стояли вот еще хотел отметить то что наш второй моряк Станислав совершенно так же нас прокатил встретил нашел что надо и круто стоять под звездами на якоре стоять под звездами на якоре одна ночь у нас была где мы стояли на якоре прямо под звездами когда рядом нет никаких дней и это прикольно потому что не было много людей так что приезжайте звоните к Кириллу значит телефон будет под звездами по началу когда идешь под креном очень страшно первый день ты боишься что яхта перевернется все время спрашиваешь капитана мы нормальное делали нет уже на третий день ты привыкаешь и думаешь почему мы не идем под креном под большим на самом деле если яхта перевернется еще интереснее будет что не 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 и кто знает как его выключить я не знаю он сверху ну я нажимаю но опять цифры показывают